Итак, друзья, всем доброго времени суток. Смотрите, вот так выглядит картридж, обслуживаемый картридж для Canon 770. Да, зачем я его вытяну? Для того, чтобы... Вот, посмотреть... Вот тут находится чип. Фокусировочка. Раз, два, три. Да. Вот тут находится чип. Вот. И этот картридж уже заполнен. Принтер пишет о том, что всего осталось 20% от емкости картриджа. Вот. Собственно, вытянул я его для того, чтобы посмотреть, с чем же его едят, и обнулить этот картридж. Я его... Он на защелках, верхняя крышка. Я сейчас его раскрою информацией для себя, ну и также для вас, дорогие мои зрители и подписчики. Вот. Вместе глянем, посмотрим, потом сделаем сброс этого картриджа. Ну, собственно, снял я вот такую крышку. Она на защелках. Ничего сложного нет. Любой рукастый и нерукастый мужик это все сделает. Вот. На сайте... Ой, забыл, даже не скажу. Короче, в сети говорится о том, что вы это обнуление из сервисного меню сделаете, но следите за физическим состоянием картриджа. Вот. Физическое состояние моего картриджа вот такое. Вот. То есть, понимаете, что далеко от идеала. Вот. Есть у меня желание вырезать какую-нибудь... Я еще не придумал даже, с какого материала ее вырезать, какую-нибудь штуковинку, чтобы она впитывала. Ну и, соответственно, вот эти вот сгустки загустевшие. Вот. Я их уберу. Но в данный момент... В данный момент я просто уберу сгустки, накрою крышку, засуну его обратно и сделаю этот сброс на видео. Вот. Так на экран выводится то, что пора заменить бы картридж обслуживаемый. Ну, своего рода памперс. Вот. Менять мы будем по следующему алгоритму. Наверное, говорить не буду. Просто буду делать. Алгоритм этот я заимствую с сайтом многочернил.ру. Не рекламы ради, а информации для. Поехали. Первое, что делаем. Выключаем принтер. Зажимаем кнопки Load и Fit и включаем принтер. Этим самым мы входим в сервисное меню. Ну, так написано, по крайней мере. Кнопки зажаты. Ждём. Так, включается-включается. Скорее всего, можно уже бросить. А ну-ка. Буковка S должна появиться где-то. Нигде не вижу. Ну, давай-ка, дубль 2. Дубль 2. Load и Fit. И кнопка Power. Включили. Удерживайте пока в... Удерживайте обе кнопки, пока на мониторе в верхнем правом углу не появится символ S, как доллар. В меню при этом должна появиться новая категория сервис мод. Ну, давайте-ка пробуем дальше. Вот, я их удерживаю. Смотрим в меню. Так, буковка S не появилась. Раз, два, три. Опять не появилась. Вот и Fit я удерживаю. Что за неправильная штуковина. В сервисный режим входит принтер не так, как написано в многочернил.ру и в других источниках. 770 входит через навигацию, кнопку Load и включаем Power. Оп, загорелась. Справа вверху должна быть буковка S появиться. Это сервисный режим. Вот буковка S появилась. Бросаем кнопки. Вот загружается сейчас плотер в сервисном режиме. Вот. Еще раз обращу внимание, что на некоторых источниках сказано, что нужно удерживать кнопку Load и Feed. Вот эти две. На самом деле это немножко не так. На 770 кеноне нужно удерживать кнопку Navigate и Load и включать плотер. Выбираем пункт инициализация. Вот этот. Нажимаем вниз. Далее по меню нажимаем вправо. Пока не появится W-Ink. Двигаемся вправо. W-Ink. Нажимаем ОК, ребята. Да, вот W-Ink. Нажимаем ОК. Оп. Что произошло? На дисплее на полсекунды появился равно W-Ink. Да, собственно так и получилось. Нажмите стрелку вверх, пока не вернетесь в главное меню. Нажимайте Information, пока не дойдете до информации о доступном объеме картриджа отработки. Стрелку вверх, пока не дойдете до главного меню. Написано в главном меню. Нажимайте на кнопку информации, пока не доступен. А, вот. А, все, отлично. Черный. Смотрите. Да, ребята. Ну, все у нас получилось. Черный картридж 100%. Вот. Пробуем, чего сделать. Выключить и включить. Да, я вот просто вот, короче, равно W-Ink он уже, он сбросил счетчик. Получается так. Перезагружаем. Выключаем. Включаем, соответственно, без зажатых кнопок каких-то. Вот. Пишет, что запуск. Должно быть все замечательно и отлично. Ну, сейчас мы проверим. Собственно, картридж я немного почистил. Вот. Очень некритично там чернил. Если честно, я думал, что будет больше. Вот. Ну, сейчас посмотрим, обнулился ли. Вот, да, отлично. Никаких сообщений, ничего нет. Все отлично, хорошо и прекрасно. Ваш плоттер снова в строю. Может печатать большие, крутые, интересные репродукции на холстах, на бумагах и так далее и тому подобное. Вот. Извините за некоторый сумбур. В описании я прикреплю, наверное, какую-нибудь картинку, чтобы было точно понятно, какие действия осуществлять после вот этого равно W-ing. Собственно, я вам скажу, равно W-ing это уже сброс чернил. Все, кому я чем-то помог, ставьте классное это видео. Вот. И печатайте качественные репродукции, картины, холсты, фотобумаги и так далее и тому подобное. Всем хорошего настроения. Ну и хорошей жизни, наверное. Все. Всем пока. С вами был я и мой любимый Canon 770. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok